Масштабно, ярко, эмоционально стартовал один из самых зрелищных этапов международной военной игры «Снайперский рубеж». Две подгруппы, восемь команд и только один шанс получить заветное первое место. Все участники показали себя достаточно профессионально, соответствовало и качество организации этапов. Испытания реально были очень сложные. Я скажу, что команда выложилась на все сто, они сделали даже больше, чем могли, но и скажу, что соперники тоже были не слабые и, наверное, все-таки, как было сказано вначале, победил сильнейший. Значит, нужно готовиться, готовиться и еще раз готовиться. Эту разновидность биатлона называют еще «снайперской эстафетой», а потому отличная физическая форма играет не последнюю роль в достижении лучших стрелковых результатов. Практически километровая дистанция со своей системой штрафных очков. Все как в обычном биатлоне. Один промах, один дополнительный круг. Бегом. Но такая нагрузка только добавляла азарта. Борьба за награду была действительно напряженной, но в этот раз удача оказалась на нашей стороне. Итог – белорусские спортсмены победили в биатлоне конкурса «Снайперский рубеж». Можно сказать, что наши ребята нас порадовали. Команда с белорусским флагом прибежала первая и заняла первое место на этом этапе, который предусматривает командный зачет. Второе место досталось команде Российской Федерации. Третьими финишировали представители Республики Казахстан. И четвертое – представители Китайской Народной Республики. Очередной этап состязания завершен. Окончательные итоги двух масштабных конкурсов мы узнаем уже завтра. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...